Это подводный робот. Он состоит из ПВК-труб, как вы можете видеть. Тут есть балласты. Тут есть четыре движителя и начинка внутри. У этого подводного робота для изучения дна водоемов есть все шансы стать отличным помощником для водолазов или лимнологов, ученых, изучающих реки и озера. На его выполнение восьмиклассник Денис Брюханов вместе с двумя друзьями потратили около трех недель. Робот выполнен практически из подручных материалов – пластиковые бутылки, песок и трубы ПВХ. Изюминка такого изобретения заключена в запрограммированной сердцевине, благодаря которой конструкция проводит сбор данных и даже фотографирует. Подводная робототехника Денис начал заниматься еще в пятом классе. Говорит, к этому его привело простое мальчишеское любопытство. Никакой пятиклассник не захочет пробовать спроектировать спутник, сделать подводного робота, поиграться, может наоборот заняться какой-то научной деятельностью, изучать что-либо, получить опыт, которого нету, пятиклассника обычного. Для таких увлеченных техническими науками школьников, как Денис Брюханов, в Благовещенске открыли специальную площадку «Дом научной коллаборации». Она стала возможной в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Ребята с пятого по одиннадцатый класс здесь будут изучать робототехнику, программирование, технологии 3D и VR, а также генную и геномную инженерию. Это позволит им не только научиться исследовательской деятельности, но и поможет определиться с будущей профессией. Сегодня стать учениками центра пожелали четыре сотни детей. На церемонии открытия детские достижения оценил и губернатор Амурской области Василий Орлов. Амурская область – один из самых перспективных регионов. У нас два крупнейших проекта, требующих высококвалифицированных кадров. Это космос и это газовая отрасль с соответствующими темами по переработке, по производству полимеров. Вообще полимеры – это, наверное, одно из самых перспективных изобретений, которое у человечества сегодня есть. Как рассказали организаторы, заниматься ребята будут один-два раза в неделю. 45-минутные уроки будут проходить в оборудованных по современным стандартам учебных классах. К нам приезжали специалисты из Роскосмоса и к нам приезжали специалисты из Южной Кореи, из Северной Кореи, которые, собственно говоря, проводили занятия для детей. То есть у детей есть большая возможность позаниматься с ведущими специалистами Российской Федерации и не только Российской Федерации. Кроме того, обучение будет вестись по четырем направлениям. Три из них – уроки технологий для ребят с пятого по восьмой класс. Четвертое – обучение преподавателей. Ольга Сысо, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение.